В обсуждении участвовали министры правительства и главы региона, в числе которых и губернатор Кубани Александр Ткачев. По словам президента, малый бизнес сегодня развивается очень медленно. Его общий вклад в ВВП страны едва превышает 20%, в то время как в других развитых странах эта цифра не меньше 50. Толчком к росту этого сектора экономики станут упрощенные условия для открытия своего дела, считает Путин. Они должны быть открытыми, а главное, доступными для каждого, кто решил начать свой бизнес. Это задача всех уровней власти, но прежде всего региональной. Самое важное, самое ключевое и самое простое – создание благоприятной деловой среды в каждом регионе и муниципалитете по всей России является ключевым условием для развития малого и среднего бизнеса. Не будет этого. Не помогут никакие льготы, никакие преференции и никакие гранты. Нужно создавать благоприятную деловую среду. Я прошу руководителей субъекта федерации со всей ответственностью подойти к решению этой задачи. Настроить свои команды на результативную работу. Не отмахиваться от этого, как от чего-то второстепенного. Вы лучше знаете, что следует сделать для создания на своей территории более комфортного делового климата. Нужно такой работой заниматься вплотную, проявлять инициативу, быть в постоянном диалоге с бизнес-сообществом. Скажу еще об этом чуть позже, но совершенно очевидно, что нужно создавать некоррупционные, прозрачные механизмы взаимодействия с бизнесом. По динамике развития малого и среднего бизнеса Кубань сегодня входит в тройку лидеров. Эта отрасль обеспечивает почти половину всего товарооборота края. Во многом развитию предпринимательства способствуют созданные в регионе финансовые институты поддержки бизнеса. В частности, государственные фонды, которые предоставляют для предпринимателей выгодные микрозаймы. 37% товарооборот малый бизнес представляет, а буквально порядка 27% это валовый региональный продукт. Вот что такое для нас малый бизнес. И, конечно, мы из года в год делаем максимально для того, чтобы стимулировать и дальнейшее развитие. Я думаю, что это за этим в будущем. И поэтому инструменты, которые сегодня активно работают на территории края, это, конечно, об этом здесь говорилось, это микрофинансирование, это госгарантии, это гранты, это, конечно, льготное кредитование, субсидии. Собственно, конечно, эти инструменты требуют больше средств, больше денег из регионального, федерального бюджета. И, конечно, прежде всего эти деньги ждут сами предприниматели. У нас сегодня уже более 20% всех госзакупок проходят на уровне малого бизнеса. Когда-то цифра лет пять назад была ноль практически. И я сейчас поставил задачу, что в течение трех-пяти лет мы выйдем на 50%. Кроме того, на Кубани сегодня разработан проект регионального закона введения налоговых каникул. Согласно ему, налоговая ставка для начинающих предпринимателей на первых этапах будет беспроцентной. А для тех, кто уже в бизнесе в течение двух налоговых периодов, она может составить всего 5%, вместо существующих сегодня 15%. Сейчас этот законопроект находится на согласовании. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».